здравствуйте дорогие друзья давайте продолжим и теперь разберемся с местоположением тулы по официальной версии еще до принятия христианства киевскими славянами полянами родоначальник тульских земель полянин вятка перешел со своим семейством из диких полей своей родины в дремучие непроходимые леса на аку где племя его размножилось под именем вятичей ассимилировав финнов древних обитателей этих мест так до нашего времени остались древние названия поселений и рек в тульской области которые по мнению официальных историков прямо указывали на финское происхождение снова отмечаем такой факт что официально нам приписывают какое угодно происхождение но не русская тула возникла в 12 веке как нейтральное торговое поселение с разнородным но преимущественно славянским населением на реке тулицы вплоть до 15 века находясь формально непосредственно под властью золотой орды было местом торговли и обмена между московским рязанским литовским княжествами и золотой ордой в условиях перманентных войн между этими государствами и нужен был центр нейтральной торговли типа швейцарии или люксембурга и таковой как раз была тула между речи о киев-дона ходящий ныне состав плюсковости на протяжении различных периодов в истории руси было ареной напряженной борьбы так например девятых десятых веках здесь соперничали киев и идти в двенадцатом тринадцатых веках эта территория стала ареной борьбы чернигово рязани и владимира а в четырнадцатом шестнадцатых веках тула стала разменной монетой внешней политики москвы литвы и рязани в чем же секрет подобной популярности очевидно что искать разгадку напряженной борьбы трех государств четырнадцатом шестнадцатых веках следует стратегическому значение тулы и округи согласно официальной истории здесь располагались стратегически важные дороги из степи в лес и важные торговые пути по дону и оке и обратите внимание что временные рамки существования торгового пути из варяг в греки совпадают со временем когда вятичи обитали в между речи оке и дона то есть 8 13 века но тут нужно понимать что путь из варяг в греки проходил изначально западнее тулы по днепру через киев и смоленск а в туле у него была альтернатива путь по дону в хазарию и через каспий сразу на средний восток говоря нашим современным языком этот путь давал возможность неплохо заработать тому кто его контролировал и составлял весьма серьезную конкуренцию традиционному пути и перебивал их прибыльный бизнес что не могло понравиться другим великим в кавычках князьям в конце концов в противостоянии москвы литвы и рязани верх одержала москва однако история вхождения тулы и тульских земель под ее руку не проста и запутана и это не главная тема нашего исследования однако для нас значимо кто согласно официальной истории окончательно и полностью подмосковское княжество тулу перешла при василии втором жившим в 1425 1462 годах именно с этого времени официально и начинается тесная взаимосвязь исторического и культурного развития нашего города с москвой при этом не известен ни один случай сражения за город он переходил из одного княжества в другое бесконфликтно его передавали по договорам в пакетах с другими условиями таким образом тулы фигурируют как разменная монета в договорах в основном между московскими и рязанскими князьями исторически сложившиеся зависимость тул от рязани дает возможность предположить что основание тулы было задумано именно удильными рязанскими князьями которые поставили дубовый острог или городище вместе в падении тулицы в реку упу поселение было предназначено для воинской стражи а также для сбора дани с местных вятичей чьи поселение терялись густых лесах однако это противоречит другой официальной версии по которой тула находилась в стороне от основных путей связывающих главный центр древней руси киев рязань чернигов смоленск новгород ростов суздаль владимир и москву она не стояла на судоходных реках поэтому оказалась и стороне от исторических событий которые и записывались хроники и летописи и поэтому целых 200 лет с момента первого упоминания в 1146 году атуле больше нет никакой информации считается что тула находилась на месте старого городища при локализации тулы 15-16 веков логичнее всего искать расположение города по течению тулицы или ее притоков что было успешно сделано тульской археологической экспедиции вопросу о названии тулы река тулица с которой связано возникновение города не всегда имела современное название сигизмунд фон герберштейн дважды побывавший в россии в начале 16 века и написавший в 1549 году книгу записки о московии называет реку тулица тулой кроме того кирилл белозерский краткий летописчик сообщает следующее того же лета совершивший на тули град камен и именовавший его по-прежнему имени города тула а река под ним тула же тут нужно отметить что в бассейне реки тулицы расположен только один памятник который может претендовать на роль древнерусской тулы это торховское городище есть предположение что скорее всего первоначальная тула была на месте торховского городище на реке тулица и что возможно город также назвался тулица некоторые следователи считают наоборот город тула и река тоже тула при этом интересны следующие моменты первое тула никак не упоминается в связи с битвой на куликовском поле если кто не знает то официальная дата куликовской битвы 8 сентября 1380 года а на это время тула уже существует 234 года если верить никомуской летописи где тула упоминается по 1146 годом так вот союзниками золотой орды на тот момент были литовское и рязанское княжества однако согласно официальной истории рязанские дружины равно как и литовский из русских городов на территории великого княжества литовского присоединились к объединенному русскому войску против золотой орды а вот о тульских дружинах нет ни слова при всем при этом объединенные русские полки проследовали из колонны на куликово поле мимо тулы но даже в этом ракурсе про тулу ни слова странно не правда ли кстати эта битва на куликовом поле вообще заслуживает отдельного внимания взять хотя бы во внимание тот факт что участок якобы найденный по летописям официальными историками в реальности оказался слишком мал для грандиозного сражения описанного в тех же летописях и пришлось срочно уменьшать официальное количество войск до 5-10 тысяч всадников с каждой стороны так как больше на том поле просто не разместится но про куликовскую битву в частности и монголо-татарская ига в целом будет отдельный фильм а мы вернемся к нашей теме второе на что нам нужно обратить внимание во время феодальных междоусобиц и борьбы московского княжества золотой ордой тулы несколько раз упоминается как нейтральная территория со своим государем третье по официальной версии тулу могли перенести на это место с торговского городище и вот тут начинаются чудеса согласно даже официальным данным железо на торговском городище плавили как минимум в первом тысячелетии до нашей эры то есть 3000 лет назад местоположение доменных заводов в районе села торхова и деревне слободка на реке синит улице ныне это ленинский район тульской области было официально установлено еще в 1820-х годах академиком иосифом христиановичем гаммелем а в 1956 году здесь работала экспедиция института истории естествознания и техники академии наук ссср руководитель не над николаевна стаскова выявившая в ландшафте остатки индустриальных объектов 17 века и археологическими средствами определившая их исторические границы то есть после так называемого переноса города в 16 веке эти предприятия все еще продолжали работать как минимум сто лет кстати в тулу еще до прихода романовых власти был запрещен въезд для иностранцев именно из-за того что в туле велась обработка железа и это были очень секретные для остального мира разработки а о том что городище по нашей версии представляет из себя место временного проживания людей пока жизнь в городе по тем или иным причинам невозможно я уже рассказывал фильме про тимгеневское городище собственно разумеете есть а я Продолжение следует...